Всем привет! Надоело отправлять в компост или выбрасывать большую часть урожая яблок? Хватит! Сегодня я расскажу вам, как избавиться от плодовой гнили и сохранить свой урожай здоровым. Плодовая гниль – это настоящий бич нашего сада. Способная уничтожить до 90% урожая яблок буквально за считанные дни, она приносит очень много неприятностей садоводам. Даже самое маленькое пятнышко способно погубить яблоко, делая его непригодным ни для хранения, ни для переработки. И сейчас я вам расскажу, как извести плодовую гниль в наших садах. Первое, что мы должны помнить – плодовая гниль – очень хитрая болезнь. Она никогда не приходит сама по себе, одна, или приходит крайне редко. И для нее очень важно иметь ворота. Что это значит? Яблочко должно иметь повреждения. Это может быть как пятнышко парши, так и входное отверстие плодожорки, пилильщика, любого другого насекомого вредителя, травма, побитие градом и так далее. Либо непосредственный контакт с заболевшим плодом. Второй важный момент. Плодовая гниль очень любит загущенную крону, темную, сырую, непроветриваемую, и слабенькую, тоненькую шкурочку. Если мы учтем эти важные моменты, то, поверьте, плодовой гнили в наших садах станет не просто мало, а очень мало, и вы ее будете только вспоминать. Итак, что же мы должны сделать? Поскольку плодовая гниль часто идет рука об руку с паршой, мы должны защитить наши яблони, наши груши в первую очередь от этого заболевания. И здесь нам помогут как биопрепараты, так и традиционные средства химической защиты фунгициды. Это может быть как профитсиная палочка, триходермин, альринбе, фрутин и так далее, так и такие проверенные, но не очень полезные для окружающей среды препараты, как лунэкспириенс, скор, хорус, топаз и так далее. Следует помнить, что все пестициды следует применять строго по инструкции, учитывая погодные условия. В сухую, безветренную погоду, желательно в пасмурную, чтобы не вызвать ожоги на листиках или на плодах. Следующий момент. Вместе с фунгицидами обязательно применяем и средства от насекомых. Плодожорка – это настоящий бич не только яблок, но и груш, сливы и множество других наших плодовых растений. Поэтому обратите внимание на такой всем уже давно известный препарат, как лепидоцит и битоксибацилин. И они помогут вам справиться с этими вредителями. А также новый наш препарат – профит-антивредитель. Только помните, что биопрепараты нужно применять часто, не реже, чем каждые 5-7 дней, то есть еженедельно. Только тогда они помогут вам сдержать распространение вредителей. Следующий момент. Как я уже говорила, наша гниль очень любит загущенные кроны. Поэтому вооружаемся секатором и отправляемся в сад. Мы проводим осветляющую обрезку. Мы удаляем не только волчки, которые тянут на себя лишнее питание. Мы удаляем или укорачиваем те веточки, которые заслоняют наши яблоки. На солнышке плоды хорошо прогреваются, влажность падает, хорошо прореженная крона продувается, и там создаются неблагоприятные для гнилей условия. Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку красящих пигментов, антоцианов, и делает кожицу более прочной, более упругой. А для того, чтобы закрепить успех в борьбе с плодовой гнилью, проводим обязательно подкормки по листу препаратами кальция. Самый распространенный такой препарат – это кальциевая селитра. Вам понадобится всего 60 грамм селитры на 10 литров воды. Это буквально два спичечных коробка. Растворяем и обрабатываем по листу в безветренную вечернюю погоду. Лучше всего за ночь кальциевая селитра впитается в листики, впитается в кожицу плодов, и они станут более устойчивы к этому опасному заболеванию и даже к плодожорке. Кальций хорошо упрочняет кожицу не только у яблок, но и у груши, у сливы, у других наших плодовых растений. Поэтому возьмите себе на вооружение. Применять препараты кальция можно несколько раз за сезон, начиная от завязывания плодов и практически до самого созревания. Каждые 10-12 дней. И поверьте, это очень хорошо сказывается и на качестве плодов, и на их устойчивости к вредителям и болезням. А еще это предупреждает поражение наших яблок горькой ямчатой гнилью. И они хранятся намного лучше. Ну и, конечно, не забываем своевременно удалять падалицу из-под деревьев, уничтожать ее каждый день. Дело в том, что одна личинка плодожорки способна повредить не менее 2-3 яблок. Поверьте, это очень серьезно. Своевременно убирая падалицу, мы заодно боремся и с плодожоркой, и убираем инфекционные очаги из нашего сада. Вот эти простые, нехитрые правила, которые вы будете соблюдать ежегодно, регулярно, помогут свести поражение плодовыми гнилями в вашем саду к минимуму. И ваши яблоки будут всегда красивыми, здоровыми, хорошо храниться и радовать вас буквально до нового урожая. Смотрите наш канал, подписывайтесь на нас, задавайте вопросы, давайте свои предложения, а мы постараемся их выполнить. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале.